Доброе утро, друзья мои! Как у вас дела? Как настроение? А я хочу показать вам мою голубку. Близко не могу подходить. Вчера я посмотрела, что она сидит. Оставлю ее в покое в горшке. Затем я вечером взяла белье, она улетела и посмотрела голубу, как она там помещается. Смотрю, а там яичко одно, одно яйцо. Так что у нас будет внуки. Но она всю ночь его оставила. Я так нервничала, что она замерзнет. Ой, ну вот такие вот дела. Давай, сиди-сиди. Охраняй своего ребенка. Сейчас йогой позанимаюсь и пойду на море. Что-то я сегодня проспала. Никак не высплюсь. Всем прекрасного дня. Погода резко поменялась. Я на море говорила или нет, уже не помню. 25 градусов. Но посмотрите, какие тучи. Видите? Я встретилась с Надей, с девочкой. Очень похолодало. Я аж замерзла. Иду быстро домой. Резко изменилась резко погода. Нравится. Встал. Какое-то лето необычное в этом году. Непохожее. Если так будет хорошо, и... Вот за рыною встанем. Никого нет. Проголодала всем, что... Арбузик поедал. Такой вкусный арбуз купили. Валдеть. Моя голубка. Вчера вечером я обнаружила там яйцо. И наблюдала за тем, что она не прилетела. Я так нервничала, что яйцо замерзнет. Ну, она с утра уже сидит на своем яйце. Все. Пошла я домой. И доголошусь пойти за своими ответами анализов. Чай. Снег... Какой вечер, друзья мои! Вот погода с утра меняется. Я же сказала, что дождя не будет. И знаете, что я... Так замерзла с утра. Идем к врачу за ответами и анализом. Эндерс себя чувствует хорошо после прививки. Я его контролировала все это время. Каждую минуту спрашивала, как он себя чувствует. Вот он днем только поспал хороша. Два часа. И как огурчик. Ну, и рука чуть-чуть болит. В общем, друзья мои. Что-то с утра меняется. Не берешь. Вот молжас. Какой дёрз? А, еще и бьют анализов. Суден рейш-кадачку. Говорит, чуть-чуть водичку водит. Что-то такого. Ну, вот так он думает водичку. Махмуд. Махмуд гельди Алмань. Я говорю, пришел Махмуд из Германии. Вот так как он сделал немецкую прививку. Я говорю, мой Эндер пускай вернется. Какой-то он агрессивный. В эти дни надо его немножко поддержать и молчать. Все. Заходим в поликлинику. Потом расскажу вам. Сегодня у нас неудачный поход был. Врач перед нами почти ушла. Не повезло нам, друзья мои. Но мы там набрали лекарств. Аптеки так дают. Завтра пойдем, врач выпишет. Анализы так не удалось посмотреть, результаты. Я им говорю, у нас в Грузии может дать мне результаты. Я медик, я посмотрю, хочу. А они в регистратуре, говорят, нет вам. Мы, говорят, вам не можем дать. Завтра приходите, врач у нас будет. В общем, и Ашкен сначала спросил, они ему так ответили. Я же упертая, не поверила. Пошла сама, получила такой же ответ. Отрицательная. Меня вообще в шоке. Как это, ну, лаборатория не выдает результаты анализа. В общем, вот так вот мы походили с мужем. Хотели деньги снять, банкомат закрыт, испорченным. Какой-то сегодня ненормальный день. Возвращаемся домой. Такой у жары не походишь, чтобы много. Наши соседи. Наши соседи здесь пансионеры как-то подрабатывают себя еще. Ну вот, идем домой. Вот такие вот у нас новости. Буквально две минуты не успели. 15.02 Пошли, а она в три ушла. То, что идет, здесь выключается. И решается. Помогает мужа. Не, давай. О, боги! О, боги! Пришли вы до дома, до хаты. Пошли? Зря пошли. Не, не зря пошли. Еще кое-куда пошли, сделали дела. Что творится на улице? Ветер. Так захотелось выпить мне газированной воды. Называется Швепс 1783 года. Сейчас попробую. Я не знаю, какая она. Я вообще раньше никогда не пила. Токафанту и Кока-колу я начала принимать здесь. Потом я вообще к этому не прикасалась, так как там сахар. А здесь я когда-то приехала, я первое время сидела на диете Дюкана, а там разрешала Дюкан нам Кока-колу без сахара. В эту жару прекрасно. Конечно, вредно, но иногда можно поболваться. Завтра опять надо идти. Завтра у нас встреча, девочки собираются русскоязычные. Но я что-то сегодня замерзла на море и у меня цистик, кажется. Извиняюсь, что говорю. Выписала лекарства себе. Выпила обезболивающее. Сейчас буду лечиться. Почему дотянули до 3 часов? Не могла выйти. Так было плохо. Но я медсестра знаю, что делать. Вот я сегодня на море замерзла. Было сначала хорошо, а потом такой холодный ветер такой, тучи на небе. Я чувствовала, что что-то не то. И вообще вечерами без носков невозможно. Вот я сидела вчера замерзла и натворила делов. И пришла сегодня, душ приняла, тоже без носков сидела. Мне носки одела, но почему-то в халате была, не одела брюки и замерзла. Вот не смотрю себя иногда. Но завтра нам надо пойти после трех к врачу. Завтра после трех она будет. После двух. Когда себя некомфортно чувствуешь, вы сами понимаете, что это. В общем, ладно, покажу я сейчас, какую билибурду я приготовила для себя. Показываю. Сочинила сама. Захотелось мне использовать бурак. Все сюда порезала. Я никогда не делаю зажарку, так как это бредно. Вот смотрите, здесь у меня и красная чечевица, и кабак, и болгарский перец, лук, и в конце зелень, чеснок. По-моему, чеснок положила. Надо попробовать. И в самом конце зелень там, петрушку бросила в конце. Оливковое масло, слушайте, какой вкусный вышел. Горький. Я еще добавила с моего бахча перец. Потом я это блиндером все сделаю, буду есть, если мой муж захочет. Ну, наверное, вряд ли, он же такой капризный. Мою билибурду не ест. Посмотрите, что творится, какой ветер. порвал этот ветер, вложу за навеску. И аж крем собрал все. У меня же, как вы знаете, перец растет. Видите, какой красивый есть, такой черный. Я туда еще побросала семена, не знаю, зайдут или нет. И здесь также. Почему-то здесь я не вижу. А, аж крем сорвал. И вот маленькие перчики растут. Такой бахча. Это что за цветок, я не пойму. А это вот выросло. У нас красивое будет. Разрастается она так классно. Ну, вот что новое из моего огорода. Здесь уже цветочки я все срываю каждый день потихоньку, потому что не люблю, когда некрасиво. Должно уже все быть красиво. Соседи же смотрят на невестку турецкую. Этот цветет у меня. А вот этот что за цветок, а? Бессмертник, наверное. Даже у меня семизоты есть. Видите, салат на салат. Так. Показать вам мою голубку. Голубку покажу. Сейчас мою сидит на яйце своем. Слава Богу, не бросает ребенка. А это что? Ааа, корни пустил сюда. Вы понимаете, что творится? Корни пустил. Я так вчера уборку сделала такую генеральную. Каждый сантиметр перечистила. До места добавляю. Беззараживаю. А сегодня вот столько мусора мусора Мерсина каждый день надо мыть полы. Так чистенько у меня было с утра. Так, ну что, мои хорошие, иду переодеваться. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. мусора,